Меган Фокс А вот ее реакция на новый Меган 2014 Мы считаем новый Меган действительно самым красивым в истории модели Но важно внести поправку Главным образом это касается передка Собственно именно подтяжкой лица занимались дизайнеры Они изменили форму светотехники, поменяли бампер А также видоизменили радиаторную решетку, украсив ее большим логотипом Рено Столь несущественные отличия позволили тем не менее придать облику выразительности И даже агрессивности Сбоку и сзади стилистических поправок нет Все тот же силуэт, все та же знакомая карма Которая по нашему мнению теперь выглядит старомодно по сравнению с новым передком Обращаем ваше внимание на окрас кузова Это новый перламутровый оттенок, который в зависимости от угла обзора и погоды играет совсем по-разному Коричневый, серый, фиолетовый, короче почти хамелеон Если присмотреться, можно узреть нового вида зеркала, а также иного дизайна колесных дисков Но эти новшества, пожалуй, заметят лишь владельцы Меганов Кстати, отметим, что когда мы брали автомобиль, мы нарочно отказались от списка отличий нового Меган по сравнению с предшественником Не хотели обращать внимание на то, о чем заведомо знаем Говоря проще, этот тест посвящен тем изменениям, которые мы ощутили, увидели, а не узнали с пресс-релиза Тем более, что гоном ранее предшественник был у нас на тесте Видите изменения в интерьере? А они есть Главным образом это касается нашей версии GT-Line, которая предполагает наличие большого экрана сверху торпеда На него выводится куча всевозможной информации, включая данные с навигационной системой и прочее, прочее, прочее А еще мы помним, что в дорестайлинговом Меган не было импульсного поворотника Теперь, к счастью, можно включить его в одно касание В остальном изменений нет, та же панель приборов, которая лично нам не нравилась ни раньше, ни сейчас Такое ощущение, что под циферблатом прицеплен какой-то цветной картон Зато данные считываются хорошо, тут не поспоришь Торпеда выглядит довольно стильно, но есть острые углы, которые съедают место для ног Можно неприятно упереться коленями Управление климатом там, где и раньше, и такое же, как прежде Руль имеет приятное сечение и удобный в обхвате Может, конечно, нам показалось, но субъективно стала лучше подгонка материалов Да и обивка сидений вроде как тоже выглядит получше и приятнее на ощупь А вот что очень порадовала шумоизоляция Даже при скорости 160-180 км в час в салоне тихо, как в премиум автомобиле Нет претензий и к подвеске Она тихая, комфортная и довольно мягкая В общем, приятненькая Держим пари, что если не раскручивать мотор, далеко не каждый поймет, что под капотом дизель Правда, снаружи при этом кажется, что у Рено дизель от трактора В нашем случае полуторалитровый турбо мощностью 100 с лишним сил Отличный агрегат, который и динамику обеспечивает, и к качеству топлива не очень пихотели Плюс к этому проверен временем Слышали мы, что он претерпел какие-то изменения, но утверждать не будем Реклама нового Меган «Поймай меня, если сможешь» как нельзя лучше отражает сущность дизельной версии Которая позволяет на одном баке проехать 1700 км И это не шутка За неделю теста нам даже не удалось выкатать полный бак При этом средний расход за весь период составил 5 с небольшим литров А самый минимальный, которого удалось достичь – 3,1 литра И это с автоматической КПП Хотя не просто так автоматической, а роботизированной с двумя сцеплениями При неспешной езде к ней претензий нет Но когда нужно резко рвануть или поднажать при движении в горку Трансмиссия может призадуматься Ну, если не нравится, что призадумывалось Есть Меган РС, с ним задумываться будет некогда и некому Резюмируя, можем сказать следующее Новый Рено Меган мы получили первыми в Украине Еще до старта продаж Поэтому на момент съемок мы не знали и не ведали Сколько он будет стоить и когда вообще начнет продаваться Сейчас же нам известно, что новинка доступна для покупки с 1 июня Подробнее с ценами и комплектациями Вы можете ознакомиться в каталоге новых авто на автопортал.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова